Пожалуй, самое ценное, что есть на этом месте уникальный природный ландшафт и неповторимый панорамный вид на Самару, Жигулевские ворота, Национальный парк Самарская Лука. Вертолетную площадку в Красноглинском районе знают многие, а после проведения реконструкции поток туристов, как ожидается, многократно возрастет. Сегодня уже понятно, как будет выглядеть склон. Благоустройство выполнено уже наполовину. Работы разделены на два этапа с реализацией в 2020 и 2021 году. Все подпорные стенки залиты, начался посев, автополив, уже закладные все детали под освещение готовы, протянуты все коммуникации, которые необходимы уже под освещение. Заливается детская площадка, как видите, сейчас уже ограждение ставится. Сегодня ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Пока погода благоволит, есть время не только на строительные работы, но и на посадку декоративной растительности. На склонах скоро появятся саженцы, сосен и кустарников. Задача сделать площадку комфортной и красивой. Объемы работ колоссальные, остается еще достаточно много нам с вами выполнить, но к концу года мы увидим уже совсем другую территорию. Это место может многое рассказать о нашем городе, рассказать, насколько он красив, насколько он значим. И я сама привожу сюда гостей и очень жду открытия этой территории, чтобы люди проникали с любовью и уважением к такому замечательному городу. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще один масштабный объект в Красноглинском районе. Школа в микрорайоне Новый Самар 30 октября будет подключена к отоплению. Строительство ведется с августа прошлого года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже выполнены фасадные и кровельные работы, проведены внутренние коммуникации. С запуском тепла можно будет красить потолки и стены, после чего ставить мебель и оборудование. Отделочные работы делаются, вы видите, погода нам помогла. Было тепло все это время до сегодняшнего дня, надеюсь, и завтра еще будет тепло. Поэтому все работы отделочные ведутся. Вы видели блок А и Б, А, Б и В в полном объеме. Все отделочные работы сделаны, осталась только финишная покраска и заливка полов. Параллельно на прилегающей территории проводится благоустройство и формирование спортивной площадки. С начала 2021 года 1200 школьников из окрестных кварталов смогут занять свои учебные места. Олег Зверев, Константин Головин, События.